Машин много, парковок мало. Отсюда и вечные пробки, и заторы на дорогах. Автовладельцы своих железных коней бросают, где попало и как попало, несмотря на знаки. Например, парковка перед железнодорожным вокзалом в час пик, особенно летом, найти свободное место здесь проблематично. Эту стоянку облюбовали не только встречающие, но и несанкционированные такси. Другим языком – бомбилы. Избежать транспортного коллапса поможет оптимизация движения, уверены в мэрии. Уже в декабре картина должна измениться. Как будут попадать жители, которые живут на территории парковочного вокзала? И сколько их туда, кто считал, и сколько их туда будет попадать? Стоимость одной карты по смете – 25 рублей. Этой карты, которую надо выдавать жителям. Мы будем выдавать эти карты жителям. Те, кто имеют транспортные средства и прописаны по территории. Платным станет и центр Новороссийска. Свободные парковочные места здесь также в дефиците. Чтобы у горожан не возникло соблазна ездить, как говорится, в Булочную, было решено сделать платную парковку и на улице Коммунистическая в районе Центрального рынка. Впервые начали делать платные парковки в городе. Сегодня отыграли конкурс и приступили к средно-монтажным работам. Это две. Это улица Коммунистическая от Свободной до Бирюзова и железнодорожный вокзал площадь. Мы давно к этому шли. Сегодня все вопросы урегулированы. Есть специальное совещание. Узнал, как мы для жителей будем, которые в зонах парковочных, платных парковок. Все понятно, ясно. Жители, конечно, не будут, никто ущемлен. Всем будут выданы специальные ключи или карты, которые будут давать доступ проезда к своим домам. Это самый важный вопрос. А так, во всем цивилизованном мире уже есть платные парковки. Уже известно и стоимость стоянки. 1 час 50 рублей. Первые 15 минут бесплатно. Будет и месячный абонемент для тех, кто работает в этих районах. Но двумя парковочными зонами город не ограничится. Количество платных мест собираются увеличивать. Они пока только в проекте, но уже точно известно, что в новую зону попадут улицы Карла Маркса, Новороссийская Республика и Леднева. Мы решили не отдавать это подрядчику в бизнес. Мы приняли решение оставить их муниципальными, чтобы доход шел в бюджет города. И эти деньги будут идти на развитие тех же парковочных платных мест. Ну и потом посмотрим, конечно, будут идти на восстановление дорожного хозяйства, либо ремонт дорог и так далее. Алина Калмыкова, Петр Йоркин, Новая Россия.